Команда Electronic Arts анонсировала 15 новых дополнений в ближайшем году, но все ли так просто? Сейчас узнаем. Поехали! Компания Electronic Arts опубликовала финансовый отчет за 2024 год. Да, финансовый год у компании начинается с апреля по апрель. И в апреле 2023 года начался финансовый 2024 год. И собственно в апреле 2024 он закончился и начинается финансовый 2025 год. И собственно в финансовом 2025 году компания Electronic Arts рассказала о том, что выпустит более 15 единиц нового контента именно для The Sims 4. Вот перед вами собственно этот самый финансовый отчет, где об этом всем говорится. Я вычленил скажем так все самое интересное и мы сами сейчас это прочитаем. Вот что пишут в этом финансовом отчете. Заглядывая в будущее, мы намерены развлекать и вдохновлять наших преданных и увлеченных поклонников Sims 4, выпустив более 15 обновлений контента в течение следующего года. Одновременно работая над разнообразными событиями во вселенной The Sims, чтобы использовать пользовательский контент для углубления нашего сообщества и расширения аудитории. Также разработчики в этом финансовом отчете рассказали о том, что игроков в Sims уже 85 миллионов. Разумеется, также здесь они рассказали и про The Sims Mobile и The Sims Online, которые за прошлый год было скачено более 500 миллионов раз. Как бы да, именно эти две игры из App Store и Play Market были скачены более 500 миллионов раз. То есть как бы, как будто бы в мобильную версию игры, в мобильные версии игры играет больше игроков, чем в The Sims 4. Как бы вопрос, это настоящие цифры или какие-то странные? Потому что по нашей с вами информации, я уже рассказывал на своем канале о том, что, например, тот же The Sims Mobile, да, уже как бы идет к своему закрытию. Потому что игра себя не окупает, игра себя вообще никак не позиционирует как что-то долгое, развивающееся. Да, компания FireMonkey, из которой занимается разработка этой игры, сообщили о том, что все, контента платного, то есть это официальная информация, чтобы вы понимали, контента платного для The Sims Mobile выходить не будут. Будут выходить какие-то пару бесплатных обновлений с фиксами багов. И все, Sims Mobile у нас идет на покой. Здесь же в финансовом отчете мы с вами видим, что оказывается, Sims Mobile и Sims Online скачивают 500 миллионов раз. И вот вопрос, The Sims Online и The Sims Mobile, скорее всего, это имеется в виду Sims FreePlay. Наверное, это она, потому что The Sims Online как бы у нас вопрос, что? Почему The Sims Online? Причем даже это не косяк перевода. В оригинальной статье тоже написано The Sims Online и The Sims Mobile. Но, скорее всего, имеется в виду The Sims FreePlay, а не The Sims Online. Sims Online это немножко не то. Sims Online это то, что было на заре нулевых. Но почему-то тут пишется про Sims Online. Наверное, какая-то путаница. Хотя это официальный финансовый отчет крупной компании. Вопросы. Тут есть вопросы. И также они сообщают о том, что игроков уже 85 миллионов, именно в Sims 4. И опять же, тут может быть много интересностей. Имеется в виду постоянных игроков, или же 85 миллионов игроков, которые просто добавили себе Sims 4 в галерею. Ну, имеется в виду в библиотеку продаж. Да, в библиотеку EA App. Или же это 85 миллионов постоянно играющих игроков в Sims 4. Многие, много-много странных вопросов по этому финансовому отчету, конечно, присутствуют. Больше всего у меня вопросов как раз-таки к 500 миллионам скачиваний мобайл и фриплей. И почему тут ошибка в виде Sims Online. Такие вопросики. И также, разумеется, разработчики рассказывают о том, что в ближайший финансовый год будет выпущено более 15 обновлений контента для Sims 4. Разумеется, любое бесплатное обновление за собой несет выход далее и платного контента. То есть, дополнений, игровых наборов, каталогов, комплектов и так далее. Может показаться, что 15 обновлений, 15 каких-то единиц платного контента в Sims 4 в следующем году. Вау, это классно, это здорово, это круто. Но что, если я вам скажу, что в 2023 году и в 2024, собственно, мы с вами получили столько же контента от разработчиков, как они обещают сейчас. То есть, у нас 10 комплектов вышло, 3 дополнения, это жизненный путь, конная ранчо издается, и 2 каталога. Что суммарно у нас получается 15 наборов всего. Кажется, как будто бы 15, вау, это так много, но когда 10 из них это комплекты, как бы не так уж и много, не так уж и много, не так уж и много. Вот. Да, мы в прошлом году с вами получили целых 3 дополнения, что не может не радовать. И я бы, конечно, хотел и в этом году получить тоже 3 дополнения. И желательно тех дополнений, которые мы с вами так сильно просим, это и музыкальные группы, это и возможные автомобили, или еще что-то, отели и так далее. Вот. Если мы все-таки в этом году с вами получим тот контент, который мы хотим, потому что мы хотели лошадей, мы в прошлом году их получили. Сейчас самый большой запрос это на музыкальные группы и на игровой набор профей. Если мы в этом году это получим, будет кайфово, здорово. И, надеюсь, в каком-нибудь этом наборе, а именно в бесплатном обновлении, мы еще и винтовые лестницы с вами заполучим, и будет вообще пушка-бомба. Будет вообще кайф. Вот такие дела. Вот такой вот финансовый отчет и вот такая вот информация по финансовому отчету от компании Electronic Arts. Будем смотреть, будем ждать карту контента на следующие 4 месяца. Так что не забудьте подписаться на канал, дабы не упускать всю самую свежую интересную информацию. С вами был Сергей, канал Хабагивили. Всех безумно люблю и ждем новый контент для Sims 4. Всем пока-пока.